Сегодня S&P 500 достигла нового исторического максимума. И всегда было так, что биткоин всегда следовал к историческому максимуму за S&P. S&P это делал первым всегда. И ребята также уверены, что вы уже слышали о том, что инфляция, то, что они называют, успокаивается. Она стагнирует, не растет. И рынки это видят как хороший сигнал. Биткоин на дневном графике в настоящий момент пробивается через наш паттерн перевернутый гиб. И да, мы продолжаем тот же самый анализ, который с вами на данном канале делаем уже месяц. Параболический тренд. Он по-прежнему уместен, и обо всем этом в сегодняшнем видео. Как дела, ребята, с возвращением на канал? Меня зовут Кевин Свенсон, и сегодня мы с вами будем обсуждать цену биткоина, используя два ключевых среза. На данном канале мы привержены очень последовательному анализу. Своё мнение мы не меняли вообще. Мы лишь следуем принципу параболического тренда из учебника, который по-прежнему отрабатывает. А также в прошлом видео мы обсуждали перевёрнутые голову и плечи. Паттерн на дневке. Так что за последние недели особо контента я и не создавал. Вот буквально три видео за две недели. А всё потому, что особо-то говорить и нечего. Но сегодня у нас с вами есть что обсудить. Идеи нашего анализа отыгрывают. А вчера в Твиттере я написал о том, что биткоин уйдёт на высоты, которую массы ожидают менее всего. Как всегда. Как и сегодня. S&P 500 приближается к своему историческому максимуму, а S&P 500 всегда, всегда ведёт биткоин за его историческим максимумом. И может не ощущаться, что мы приближаемся, приближаемся к очень крупному сдвигу текущего тренда. На мой взгляд, вверх. И вчера в Твиттере мы с вами снова обсуждали перевёрнутые головы и плечи. Так что лайк, подписка и всё такое. Но прежде всего о главном. Биткоин на дневке растёт. Сегодня мы с вами пробиваемся через отметку в плюс 5% за день. И у нас есть пробой в нестоклонённой трендовой линии. Мы пробиваемся через линию сопротивления, независимо от того, как бы вы на неё ни смотрели. Этот паттерн перевёрнутого дна. Так что это... Это очень побычий. Биткоин находится выше трендовой линии RSI. На дневном графике это является сигналом продолжения движения вверх. Ведь нет никакой разницы. Вот в этой зоне и начало года 2024-го мы были в боковике, консолидировались вдоль в нестоклонённой трендовой линии RSI, а потом пробились, уйдя в исторический максимум. Биткоин в очередной раз отыгрывает те же самые сценарии, скорее всего, направляя нас в исторический максимум. И это, вероятно, будет с забегом, который пробивает нас в направлении параболической цели. Это самый главный анализ, который я делал за последнее время, а точнее за многие-многие месяцы. Наше мнение не поменялось, и вам, друзья, за этим последователем и целостным анализом следить следует. Он продолжает отыгрывать, а биткоин растёт на недельном графике. Похоже, что мы образуем замечательное дно на недельном графике. Посмотрите сюда. Отличная свеча молот. Пробиваемся на недельном графике вверх, выглядит мило, выглядит как дно. Это выглядит как экспоненциальный восходящий низ вдоль разгоняющейся трендовой линии. Так что по-прежнему до сегодняшнего дня это всё выглядит параболическим трендом. И согласно учебнику, мы находимся в базе номер 4. А это значит, что перед нас ждёт ещё один вертикальный забег в точку для распродажи, согласно учебнику. И люди, которые меня слушают, часто говорят мне, слушай, Кевин, ты что, говоришь мне продавать на 90 тысячах? Ты действительно говоришь мне, что это будет концом бычьего цикла при 90к? Нет, я говорю не это. Я говорю то, что сетап, описанный в учебнике, намекает о том, что как только вы достигнете вертикальной точки, тренда которой буквально движется вертикально вверх, после этого тренд должен начать остывать. Потому что если же тренд будет продолжать бесконечно эту параболу, то он буквально станет бесконечным вертикальным трендом, или даже начнёт загибаться в обратную сторону. Но ведь мы не можем пойти обратно, так что в какой-то момент тренд должен завершиться. И прекратить это параболическое движение, он станет неустойчивым. Так что позволю себе дальнейшее разъяснение. Эта цель, согласно учебнику 90к, это не верхняя цель цикла. И я думаю, в этом бычьем цикле, учитывая то, что халвинг только лишь произошёл, мы можем пойти выше 90 тысяч. Но нам нужно будет сделать паузу перед этим действием. Так что может быть, что биткоин поедет выше, к нашей параболической цели в 90к, перед тем, как мы с вами увидим надлом этой экспоненциальной трендовой линии с консолидацией, и последующим толчком вверх, формируя более крупную, более продвинутую параболическую линию. Что-то вот среди этого количества линий, которые я жду. И RSI биткоина на дневке говорит сам за себя. Если мы посмотрим на недельный RSI, прямо напротив параболической трендовой линии, то увидим, что она произрастает от июля, июня или июля 2022. Вот какая старая эта трендовая линия, а мы её удерживаем с самого её начала. И вы видите, что прямо сейчас мы отскакиваем от этой трендовой линии. Мы видим это дно, эту формацию в виде латинской буквы V, и не могу сказать, как может быть она более прекрасна, более идеальна эта трендовая линия. Так что в данный момент должно быть очевидно, если по какой-то причине вам не было очевидно до этого, что мы идём по сценарию из учебника. И мы в шаге от начала движения вертикально вверх, к нашей цели около 90 тысяч. Это не обязательно должно быть 90к, может быть чуть меньше, может быть чуть больше, но примерно в этой зоне. Ведь предсказать точно, где будет конкретно недельная свеча, очень сложно. Но 90к — это цель из учебника. Для меня нет никаких причин сомневаться в том, что это не отработает, наблюдая, насколько идеально мы сидим в этом тренде в сравнении с диаграммой. И в начале видео я упомянул, что S&P достигает своего исторического максимума. И это очень ключевой сигнал исторически для биткоина. Потому что, ребята, ведь вся речь об уверенности. Корреляция не определена каким-то лишь процентом показателя. Если S&P растет на 1%, а биткоин растет на 5%, это не значит, что у них нет корреляции. У корреляции есть различные виды, но в целом, в данном случае, речь идет о корреляции направленной. И когда S&P растет по прямой линии, биткоин также очень часто растет вверх по прямой. Когда у S&P происходит значительная волатильность, и она движется с нисходящими низами, есть неопределенность, обычно биткоин также падает. На более крупных таймфреймах они совпадают. Так что это кое-что. Такое, что вы должны понимать. Потому что многие люди данную тему обходят стороной. Им не нравится, когда я говорю о том, как биткоин коррелирован с рынками. Но это так. Это корреляция направлений. И в каждом конкретном случае, как только биткоин пробивает свой исторический максимум, S&P делает это раньше. В каждом конкретном случае. И что же это значит? А это значит, а, то, что S&P обеспечивает спекуляторам уверенность. И когда S&P достигает исторический максимум, спекуляторы говорят, «О, это здорово. Может, нам стоит поспекулировать на чем-то, обеспечивающем потенциально большие прибыли?» И я чувствую уверенность. Ведь смотри, фанда хороша, так что пойдем в биткоин. Уверенность спекуляторов. И это то, что мы сейчас с вами наблюдаем. Уверенность у спекуляторов. А еще у нас есть геймстоп. Безумие продолжается, и я думаю, что это то, что привлекает большие объемы в спекулятивные активы, как, например, биткоин и другую крипту. У людей просыпается аппетит к риску, как только S&P достигает исторических максимумов. Поэтому я уверен, что мы увидим значительные бычьи движения для крипты и альтов. Если вы посмотрите на график Total 3, это капитализация рынка альткоинов. Данный индекс называется Total 3, который исключает из себя биткоин и эфир. Это только лишь альткоины. И если вы посмотрите на зону 2020-2021, то увидите, что мы пробили этот нисходящий верх примерно спустя 140 недель после того, как он образовался вот здесь слева. В прошлом цикле с 2018 мы образовали этот нисходящий верх, и через 140 недель мы его преодолели. Давайте на нем сосредоточимся повнимательнее. Сетап 2021 года. Посмотрите на этот график, и теперь мы переключаемся на текущий график. Это график Total 3 2024 года. Капитализация альткоинов. Если вы посмотрите на нисходящий верх, то увидите, что мы находимся примерно в 140 неделях, плюс-минус, в этом боковом движении. В последнем цикле на это ушло 140 недель для того, чтобы его преодолеть. И если мы пойдем по этой трендовой линии для альткоинов вверх, в зону пробития этого нисходящего верха, то получим 120 недель. То есть альткоины пробьют эту нисходящую зону сопротивления на 60 недель раньше, чем в прошлом цикле. Так что держите в голове эту временную перспективу, ведь с альткоинами не происходит ничего неправильного. Пока просто рано. Если биткоин сможет преодолеть исторический максимум, то, скорее всего, у альты начнется фаза мании. Огромный взлет вверх, ведь во все предыдущие циклы у альткоинов были крупнейшие маньячные забеги вверх. Основная часть бычьего рынка для альткоинов начиналась... Когда? Когда биткоин перебивал свой исторический максимум. Так что с S&P, переваливающим через свой исторический максимум вот здесь, снова, если вы посмотрите на дневной график, то увидите замечательное дневное движение над предыдущим историческим максимумом для S&P. Это даст нам спекулятивную уверенность, скорее всего, для биткоина. Для движения к своему историческому максимуму. Даже на самом деле уйти в тренде на ДТАЖ. Это место, где у альткоинов, скорее всего, начнется фаза большой мании. Особенно если мы будем приближаться к цели в 90 тысяч, альткоины, скорее всего, будут показывать нам самый безумный забег, который мы когда-либо видели. Так что я полагаю, что альткоин-сезон уже где-то за углом. А еще обратите внимание на то, что люди, которые были вчера настроены очень помедвежье, утверждавшие, что нас ждет конец, делают вид, что они всегда были быками. Так что будьте осторожны с тем, кого вы слушаете. Что вы перевариваете, потому что большинство говорящих голов, аналитиков, которых вы слушаете, возможно, всего лишь пытаются выглядеть и делать вид, что они всегда соответствуют тренду. Идем ли мы вниз или вверх, они делают вид, что они это знали. Куда бы мы ни шли, да неважно, о чем речь. Мы можем идти вверх, мы можем идти вниз. Но именно вот почему вам нужно подписаться на криптокоммунсы Бла-Бла Крипто, потому что ребята переводят только тех, которые так себя не ведут. Мы последовательно и придерживаемся сценария, который отрабатывает месяцами. Если вам нравится такое качество и целостность, то вмажьте на лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропускать. И не стыдьте писать в комментариях ваши предложения, ведь мы рвем жопу, чтобы все ваши клевые идеи применить и сделать контент еще лучше. Кстати, возможно, вы слышали, что сейчас команда активно работает над выпуском нового проекта на данном канале. Мы уже выработали концепт, и сейчас отшлифовываем первый выпуск, который, скорее всего, будет в некоторой степени комом. В любом случае, мы уверены, что вам зайдет, ведь мы это делаем с большой к вам любовью. Всем пока!